Рабочие без ведома жильцов перекопали детскую площадку во дворе дома на Красрабе. По крайней мере, на этом настаивает одна часть квартирантов. По их словам, другие жильцы дома подделали протоколы собрания собственников, чтобы на месте горок и качелей сделать парковку. На участке уже начались носить деревья. Подробности этой истории в сюжете Елизаветы Мерзляковой. Я, честно говоря, обрадовалась. Думаю, наконец-то начали площадку детскую делать. Оттуда оказывается вон, что стоянка будет у нас просто. У нас мало машин, будет еще больше. И посмотрите, насколько уменьшают. Ребятишкам где играть? А что за площадка? 5 метров было, 10 метров. Сейчас 5 метров осталось. И где им играть? Это же не площадка, просто так земли кусок брошенный оставили. Лавочки и детский домик теперь засыпаны землей. Сегодня жители толпой вышли во двор разгонять рабочих со стройплощадки. По их словам, за расширение проезжей части они не голосовали. Общего собрания жильцов вообще не было. Председатель дома якобы подделал подписи. С нашей квартиры должен был подписаться, во-первых, собственник, а подписался вообще другой человек, который здесь не проживает. Рабочие объясняют, их наняли сами жильцы. Председатель дома это подтверждает и показывает подписи и документы из администрации района. Это совсем за другое здесь вот это. Почему? Ну как почему? Потому. Документы что подделываешь. Я лежала три года в больнице. Я еще раз спрашиваю. Это моя фамилия. Да, да, да. Слушай, там не мудрее. Ой, ну дурдом. Председатель дома Александр говорит, с этими жильцами воюет давно. У них большой дом и закрыть шесть подъездов шлагбаумом выйдет дорого. Поэтому владельцы машин решили скинуться и сделать парковку. Деньги со счета дома не брали. Собрание провели в семнадцатом году и, наконец, нашли подрядчиков. Протокол есть. 75 процентов. 75,6 точнее. Инициативная группа подписалась. С точки зрения законности, да, мы имеем право это делать. Детскую площадку благоустройство обязательно. Уже все, кто собирался, уже всем поставил одно условие. Заборчиком будет загорожено. Хотя по плану заборчика не было. Уже купили заборчик, уже и даже покрасили. Получается, активисты дома все делают законно. Но, по мнению экспертов, к работам во дворе лучше все-таки привлекать управляющую компанию. В конечном счете, это может вылиться в то, что управляющая компания, объекты, которые не подходят, какие-то технические регламенты, просто не станет принимать на баланс и не станет обслуживать. Здесь пример с детскими площадками, которые не подходят к потребованию технических регламентов. Если с ребенком на такой детской площадке что-то случится, за него отвечает управляющая компания. В таком случае за ремонт во дворе никто отвечать не будет. На благоустройство должны расходовать деньги со счета дома. Поэтому нужно поручать эти работы управляющей компании. Противникам такого самостоятельного благоустройства остается только провести новое собрание и убедить большинство проголосовать против. Только возвращать все в прежний вид жильцам придется тоже за свои деньги. Елизавета Мерзлякова, Илья Сенкевич, 7 канал.